Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я Бухаевана Раргенна, заведующая кафедрой юриспруденции Каштавского университета имени Абаймара Захметова. Сегодня мы с вами будем рассматривать лекцию на тему прокурорский надзор за законностью исполнительного производства. Прежде чем рассматривать данный вопрос, конечно, мы должны более шире ознакомиться с вопросами прокурорского надзора за соблюдением законности в стадии исполнительных приговоров, прокурорский надзор за соблюдением законности государственными органами, исполнительными органами. Итак, прокурорский надзор в стадии исполнения приговоров является одним из тех процессуальных средств, которые обеспечивают реальное проведение этого закона в жизнь за тем, чтобы вступившие в силу приговоры приводились в исполнение, не оставались лишь провозглашенными, и само исполнение производилось в полном соответствии с требованиями уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства в Республике Казахстан. В соответствии с требованиями закона о прокуратуре в Республике Казахстан, в частности, статья 43, прокурор осуществляет надзор в стадии исполнения приговоров за законностью нахождения лиц в местах лишения свободы при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, которые назначаются судом. Соблюдение установленного законодательством порядка и условий содержания осужденных в названных учреждениях, охраной их прав и свобод, также законностью исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Кроме этого, необходимость законности исполнения судебных решений по гражданским, хозяйственным и иным делам. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров является деятельностью, конечно, строго процессуальной и представляет собой достаточно самостоятельную отрасль прокурорского надзора. Эта отрасль прокурорского надзора, согласно статье закону о прокуратуре в Республике Казахстан, существенно отличается от других отраслей, как по методам его осуществления, так и по полному чем прокурора. В соответствии с требованием уже статьи закона 44, статьи закона о прокуратуре в Республике Казахстан, осуществляя надзор за законностью уголовно-исполнительного производства, прокурор в пределах своей компетенции вправе, во-первых, требовать точного и единообразного применения Конституции Республики Казахстан, законов и международных договоров Республики Казахстан о правах человека, о гуманном обращении с арестованными и осужденными, истребовать и проверять исполнительное производство по делам защиты прав и интересов граждан государства, а также по искам и заявлениям прокурора. То есть такими полномочиями наделен прокурор. Кроме этого, прокурор имеет право посещать с целью проверки в любое время места лишения свободы и другие учреждения, которые исполняют наказание и иные меры принудительного характера, которые назначаются судом. Прокурор имеет право опрашивать задержанных, арестованных, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера. Истребовать документы, на основании которых эти лица были задержаны, либо арестованы, отбывают наказание, а также подвергнутые иным мерам принудительного характера. То есть такими полномочиями наделяется прокурор согласно статье 44 закона о прокуратуре в Республике Казахстан. Также эта же статья, статья 44 указывает, что прокурор имеет право немедленно освобождать своим постановлением каждого незаконно содержащегося в местах лишения свободы или учреждениях, исполняющих меры принудительного характера. Прокурор имеет право отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона, на лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа или карцера. В установленных законом случаях прокурор имеет право также санкционировать акты административных учреждений, исполняющих наказание. Поэтому, рассматривая те полномочия, которыми наделены прокуроры, мы подходим к рассмотрению такого вопроса, как задачи надзора за законностью деятельности государственных, местных, представительных и исполнительных органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций, независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов, решений, судебных актов, вступивших в законную силу исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским, к примеру, административным делам, делам об административных правонарушениях. И такими задачами являются, в первую очередь, конечно же, в задачи прокуратуры возложены такие основные задачи. Первая – это защита и восстановление прав, свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства. Во-вторых, это обязательно выявление и устранение нарушения законности, причин, условий, которые им способствовали, а также их последствия. Все-таки почему нарушение законности произошло, в чем были причины, что способствовало мотивам их совершения, это, конечно, является задачами прокуратуры. Конечно, для того, чтобы реализовать эти задачи, прокурор, он в обязательном порядке, во-первых, он анализирует состояние законности, прокурор оценивает акты решения правительства и иных государственных, местных, исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций, независимо от формы собственности. Для выполнения этих задач, конечно, прокурор проводит в обязательном порядке проверки соблюдения законности в деятельности государственных, местных, представительных и исполнительных органов, проверки соблюдения законности должностными лицами и иных организаций, независимо от формы собственности. То есть, необходимо вот такой вот тщательный анализ, рассмотрение всех этих вопросов. Далее, прокурор представляет интересы государства в суде по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, а также осуществляет надзор за законностью исполнительного производства. Конечно, все это для того, чтобы реализовывались задачи, поставленные перед прокурором, согласно закону о прокуратуре в Республике Казахстан. Далее, прокурор рассматривает обращения, которые предусмотрены статьей 21 закона о прокуратуре в Республике Казахстан. Законность, конечно, и правопорядок занимает важное место среди других методов, средств государственного управления. Поэтому только законность и правопорядок способны обеспечить, конечно же, достойную жизнь общества и его граждан. Как показала история, одной силы методов контроля недостаточно для осуществления этих задач, этих целей, которые были выше обозначены. Так, к примеру, еще в древности древнеримские юристы провозглашали широко известные постулаты. Такие постулаты, как государством должен править закон, закон превыше всего, закон выше любой должности. Конечно, все эти изречения несут глубокий смысл, несут в себе опыт, несут мудрость. И, пожалуй, трудно не согласиться с Платоном, который считал, что в плохом государстве над всем стоят правители, а в разумном государстве над всем стоят законы, и что закон призван ограничивать как власть правителей, так и свободу управляемых. На страже законов стоит правосудие, а к отправлению правосудия должны быть причастны все граждане государства. Система римского права явилась юридической базой законности в сфере регулирования имущественных отношений, которая в дальнейшем реформировалась в более цивилизованной форме. Они постепенно стали наполняться реальным равенством перед законом всех участников общественных отношений. И сегодня принцип государства, которые строят правовое свое поле, Казахстан, мы строим правовое государство, и в нашем государстве, конечно, присутствует лозунг «Разрешено все, что не запрещено законом». И в настоящее время мы живем в стране с демократическим режимом, где демократия практически невозможна без законности, без правопорядка, так как законность – это полная противоположность произвола, беспорядка деятельности, основанная не на нормах права. Сегодня именно закон является формой выражения воли народа. Это единственный источник власти, единственный устоявшийся источник власти. Важно, чтобы правовые нормы в полной мере отвечали воле и интересам народа, государства. Вся система законодательных мероприятий имеет важное значение для высокого юридического статуса человека. И, конечно, она необходима для развития правового государства, для развития демократии, и являясь ее гарантом. Именно законность должна полностью исключать беззаконие. Она обязательно должна надежно гарантировать юридическую защищенность личности в государстве. И сама стабильная правовая ситуация выступает важной предпосылкой, гарантом, всякой другой, экономической, социальной, политической, моральной, психологической. Ну и также всем очевидно, что вопросы законности, вопросы правопорядка касаются не только рядовых граждан, рядовых членов общества, но и властных структур. Законы обязаны соблюдать и, конечно же, сама власть, создающая эти законы. И на сегодняшний день, как никогда, в нашей стране, в Республике Казахстан, конечно же, нужны законности и правопорядок. Потому что реальная картина такова, что законов много, а законности не должно быть так, что законности нет. Как известно, вот те ситуации, когда пренебрежительно относятся к закону, она за собой влечет формально провозглашенный принцип обязательности закона, который должен корректироваться целой системой исключений из правил, которые зависят от занимаемой должности разного рода заслуг. И такой подход он может породить безнаказанность и продолжать открывать дорогу к злоупотреблениям и, конечно же, даже к преступлениям. Конечно, в прошлом такой опыт у многих постсоветских стран есть, но сегодня мы стоим на пороге, когда строим правовое государство. И у некоторых руководителей входило в привычку рассматривать закон как помеху на пути реализации своих личных или своеобразно понимаемых общественных интересов. Поэтому пренебрежительное такое отношение к закону, оно пагубно влияет на нравственную атмосферу общества, поэтому должна быть сведена к минимуму, к чему мы на сегодняшний день стремимся. Поэтому особое внимание мы всегда должны относиться к проблеме соотношения закона и целесообразности. То есть тогда, когда мы должны избегать таких моментов, когда руководители присваивают себе право, исходя из собственных представлений об интересах страны или руководимой им территории, решать вопросы о том, стоит ли им исполнять тот или иной закон или не стоит. То есть этот принцип должен быть в корне и жид. И, конечно, закон и целесообразность, они совпадают. Они должны совпадать, но обход закона и пренебрежение должно быть просто-напросто. Пренебрежение к законам должно быть недопустимым. Даже в том случае, когда закон действительно несовершенен или, например, он устарел, важно понимать, что закон может отменить или изменить только уполномоченный на то государственный орган. К примеру, когда мы анализируем научную, когда мы анализируем учебную литературу, здесь мы сталкиваемся с самой различной формулировкой понятия законности. Это одно из наиболее, наверное, сложных понятий, которые сегодня сложились в правоведении. Почему? Так как эти определения могут быть сведены к представлению о законности, как о комплексном политико-правовом явлении, которое отражает правовой характер организации общественно-политической жизни. Органическую связь права и власти, права и государства, точном, неуклонном соблюдении и исполнении законов, иных нормативно-правовых актов всеми государственными органами и негосударственными организациями и гражданами. В правовом режиме жизнедеятельности общества, в рамках которого осуществляется принятие и обеспечивается реализация законов и других правовых актов. То есть мы видим самые разные определения законности, которые все-таки нацелены на формирование жизнедеятельности, устойчивости общества. Таким образом, законность может рассматриваться как юридическое состояние, как принцип юридической деятельности и как принцип правового режима, обеспечивающий законопослушное поведение субъектов правоотношений. И здесь, конечно же, в рассматриваемой теме большая роль отводится органам прокуратуры, которые осуществляют надзор за исполнением законов. Именно поэтому законность, как никакой другой правовой институт, всегда имела не только чисто теоретическое, но и остро-социальное. Она имела строго практическое значение. От состояния уровня, понимания законности складывается жизнь миллионов наших граждан, которые наряду с государственными органами, должностными лицами, общественными формированиями, общественными организациями, движениями выступают субъектами законности. То есть и государственные органы, и институты гражданского общества, они, конечно же, являются, в том числе и граждане, являются субъектами законности. А объект законности — это, конечно, поведение, это сознание, это воля, поступок юридически обязанных лиц. Но вот несмотря на то разнообразие и многогранность данного понятия, законность имеет и такое вот краткое, достаточно емкое определение. То есть под законностью понимается строгое, неуклонное соблюдение всеми субъектами права, существующих в стране законов и основанных на них под законах нормативных актов. Это всеобщее требование, поскольку оно обязательно для всех участников общественных отношений. Государство здесь добивается его реализации путем применения различных средств, применения различных методов, в том числе пресекая, конечно, незаконные действия. Ключевым словом в данном определении выступает, конечно же, соблюдение. Именно в нем смысл, именно в нем суть содержания данного понятия. Нет соблюдения, нет законности. Принцип законности — это важный элемент правового государства. И это, конечно, конституция закрепляет, конституция Республики Казахстан, конечно же, закрепляет данный принцип, принцип законности. И ряд других правил, призванных способствовать стабильному режиму законности в нашем государстве. Здесь обращает на себя внимание также понятие принципа законности. То есть под принципами законности понимают наиболее существенные глубинные черты, в которых раскрываются социальные, функциональные назначения законности, ее роль и место в обществе, а также связь с правом, политикой, культурой и так далее. Поэтому, разграничивая основные принципы законности, мы хотим указать на принцип верховенства закона. Это один из важных принципов, главных принципов. Означает он приоритет Конституции Республики Казахстан. То есть все нормативные акты, издаваемые в нашей стране, не должны противоречить ее Конституции законам. Поэтому и называются подзаконными актами. В их число входят нормативные акты президента Республики Казахстан, правительства, министерств и других ведомств. Целью, смыслом, содержанием этих подзаконных актов является практически конкретизированно реализовывать положение законов. Однако важно оговорить и понимание, что господство закона не означает его всесилие. То есть это не означает, что право панацея от всех наших бед, что достаточно принять хороший закон, и любая острая проблема будет решена. Конечно, нет. В реальности серьезным препятствием на пути утверждения верховенства закона, конечно же, являются издержки ведомственного, к примеру, регионального, точнее, ведомственного, местного нормотворчества, который зачастую противоречит закону, лишает граждан тех прав, которые им представлены законом. Поэтому, конечно же, этот вопрос всегда должен решаться в государстве. Мы должны всегда проводить работу по устранению практики перекраивания законов. Не только они должны быть недопустимы с правовой точки зрения, но и мы должны понимать, что они наносят вред практически, так как порождает безответственность, порождая, могут породить коррупцию. Поэтому таким образом должен работать данный принцип. Второй принцип – это принцип единства. Он означает соблюдение законов всеми, на всей территории страны. То есть все соблюдают закон на территории Республики Казахстан. Законность должна быть всеказахстанской. Данный принцип можно рассматривать в территориальном плане. Во-первых, нужна такая законность везде, способная обеспечить единое правовое пространство, целостность государства. Недопустимо, чтобы каждый город или каждая область имели свою, например, областную законность, республиканскую законность. Но таким образом мы должны понимать, что в то же время принимать такую разумную инициативу, не ущемляя права граждан, так как интересы государства должны совпадать с интересами общества. Представители, например, местного самоуправления знать свои законы, точнее, знать законы и соответствующим образом их исполнять. И соблюдение этих законов, конечно, черчено законодательство кругом вопросов, которые относятся к ведению органов местного самоуправления. Анализ законностей — это общее юридическое поле. То есть здесь не должно быть места каким-то человеческим факторам падению нравственности, отсутствию правового воспитания. Во-вторых, законы должны быть применены к деятельности всех общественных отношений. Основным таким вот как бы субъектом правового регулирования, конечно же, является гражданин Республики Казахстан, гражданин нашего государства. Если в законах выражаются такие действительные интересы его граждан, то правовые предписания реализуются без принудительных мер со стороны государства. То есть данный принцип требует такого развитого, совершенного, точнее, совершенного законодательства, при котором все общественные отношения регулируются законом. Здесь не должно быть места, конечно, произволу или количеству наличных в кармане у отдельных взятых граждан. Нет, закон, он единый для всех. Поэтому он и называется «Принцип единства». Принцип целесообразности законности означает невозможность каждым исполнителям закона оценивать его с точки зрения нужности, необходимости или ненужности. не должен оценивать его с точки зрения выгодности или невыгодности. В соответствии с этим решать вопрос, руководствоваться этим законом или не руководствоваться. Поэтому брать под сомнение закон по соображениям личной или какой-либо иной заинтересованности, к примеру, идеологической, политической или какой-то прагматической, это недопустимо. То есть принцип целесообразности. Однако вполне, конечно, возможно и ситуация бездействия закона или его неактуальности. В этом случае его необходимо отменить, в этом случае необходимо внести изменения, в этом случае необходимо внести поправки в установленном порядке, но ни в коем случае, конечно, не обходить и не нарушать закон. Отсюда вытекает обязанность соответствующих органов устранять возможное расхождение права и реальной жизни, деятельности общества, расхождение правового поля с реальной жизненной ситуацией, правовым, точнее, общественной жизнью. Здесь еще необходимо рассмотреть принцип защиты прав и свобод человека. Суть данного требования заключается в закреплении приоритета личных прав по отношению к интересам публичного права. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, они определяют содержание, они определяют применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти. Это означает полную гарантированность, незыблемость, прав, свобод граждан, также установление и поддержание принципа взаимной ответственности граждан и государства. То есть здесь не должно быть однобокой ответственности либо граждан, в принципе, исполнения законов или только государства. Нет, это взаимная ответственность граждан и государства. То есть необходимо наличие развернутых юридических процедур, которые рассчитаны на любые ситуации, с которыми может столкнуться гражданин. В каждом конкретном случае должен быть набор таких юридических средств, должен быть набор юридических методов, форм, при помощи которых гражданин мог бы с успехом и без особых сложностей защищать свои интересы, защищать свои законные права и защищать свои законные интересы. Кроме того, говоря о принципе взаимной ответственности, конечно, мы прежде всего говорим о возрождении доверия граждан государства, об их заинтересованности в его делах, от чего во многом, конечно, зависит и развитие правового государства, зависит и развитие цивилизованного государства. Но здесь встает вопрос, всегда ли это имеет место. Гарантировались ли раньше и гарантированы ли в полной мере сейчас права и свободы граждан в Республике Казахстан? Гарантированы отчасти, например, политические, юридические, экономические и так далее права, но, к сожалению, не в отношении всех граждан. Например, когда мы видим речь о гарантиях права на труд, на отдых, на социальное обеспечение, на получение образования и медицинского обслуживания, конечно, в этом направлении государства необходимо работать и проводить соответствующие мероприятия. Гарантии прав и свобод гражданина могут значительно ослабиться. Например, рядовой гражданин нередко вынужден выступать в роли ходока по коридорам власти. Это мы видим из средств массовой информации, из социальных сетей. Мы это наблюдаем. И быть просителем даже в тех случаях, когда речь идет об удовлетворении законных прав и интересов, когда, конечно, мы должны это изживать из нашей юридической практики. Принцип законности и культурности очень важную роль играет, и необходимо его рассматривать, потому что законность – это зеркальное отражение общей политической, правовой культуры общества и его граждан. Если мы хотим сформировать граждан с высокой правовой культурой, значит, должен работать данный принцип, который означает обусловленность законности, знанием законности, знанием законов, необходимым уровнем правосознания, правовой образованности, воспитанности, правовой культуры. Правовое воспитание – это система тех мер, которая формирует установку уважения права и цивилизованных способов, конечно, решения споров. Правосознание – это совокупность правовых представлений, правовых взглядов, идей, чувств, эмоций, которые выражают оценочное психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям общественной жизни. То есть это также очень и очень важно. То есть не должно стать иллюзией представление, что если всех обучить праву, то исчезнет правонарушение. Сочетание знаний правовых принципов и разумных убеждений – это мощный фактор стабильности, упорядоченности в правовой системе. Поэтому правовые принципы, разумные, конфермистские убеждения, они должны быть взяты на вооружение для формирования стабильности, упорядоченности в правовой системе. Итак, законность – это обязательное условие стабильности и устойчивости общества. Поэтому сегодня вопрос законности актуален, он значим, как никогда, потому что общество остро нуждается в его наличии. И в вопросе законности, как и во всем, есть, конечно, положительные, есть отрицательные стороны. И не стоит в этом понятии видеть только в негативном свете. Так как, к примеру, научно-технический прав ГРС открыл дорогу развитию производства, он открыл дорогу для повышения уровня жизни людей, но и породил, конечно, серьезные экологические проблемы. Это противоречивость, она определяется различиями и противостоянием индивидуальных, таких групповых, классовых, межгосударственных интересов. Поэтому само по себе развитие основано на борьбе таких противоречий, нарушающих устойчивость мира, на этот момент необходимо обратить особое внимание. Конечно, отраженные проблемой места в законности решаемы. И одним из важных шагов в решении данной проблемы, конечно, является желание увидеть и признать их, причем всеми гражданами и государством в том числе. И уже в дальнейшем добиваться, чтобы законодательство неуклонно исполнялось всеми. А как следствие станет невозможным в нашем государстве любые формы произвола, любые формы своеволи, вседозволенности. Потому что законность всегда включала в себя две стороны. Это наличие качественных, полноценных законов и их реальное притворение в жизнь. А надзор со стороны органов прокуратуры. Правопорядок. И понятие правопорядка тесно связано с понятием законности, о котором мы говорили выше. И наиболее широкое распространение получил следующий взгляд на понятие правопорядок. То есть правопорядок – это осуществленная законность, но нельзя считать такую трактовку емкой, широкой. В процессе формирования правопорядка законность – это, конечно, основной принцип, которым руководствуются государственные органы в процессе, обязательно его осуществления в своей профессиональной деятельности. То есть законность – это принцип деятельности любого государственного органа тогда, когда он осуществляет свою деятельность. Правопорядком можно признать итог сложения всех предписаний права в соответствии с принципом законности. Его основой является, конечно же, право. А условием правопорядка является законность. Так вот, законность, как таковая, надзор за исполнением законодательства осуществляют органы прокуратуры, которым посвящена была наша сегодняшняя тема. Спасибо всем за внимание. На этом наша лекция закончена. Продолжение следует...